Хочу кому-то снятся страшные сны, нет? Нет? Ладно. Некоторым все-таки они снятся, и они о себе. Дети наверняка вам говорят, с утра стараются так получить ваше внимание. Говорят, вот страшный сон приснился, вот так вот так было, там кто-то за мной бежал. Дракон, не дракон, змея, не змея, еще что-то. В этом контексте на умма.ру есть раздел, если в него посмотреть, дуа. Три буквы. Дуа. И вот как раз там много новых появляется, потому что это как раз одно из тех направлений, с которыми сейчас работаю. Но эти материалы я не стал загружать вааз этими материалами, вы можете почитать на умма.ру. Лишь одно дуа разберем, и потом перейдем к сложным темам. Дуа, если приснился страшный сон. Там подробно разбирается ссылка, как всегда. В девяносто девятом вышла моя книга. На каждый абзац, на каждую важную мысль была ссылка на источники. Всевышний миловал. Видно, я уже тогда понимал, что хейтеров и людей, которые меня не понимают, и разных неграмотных будет с появлением и распространением интернета все больше и больше. Ссылки железобетонны. На Коран, на хадисы, с упоминанием издания страницы, номер хадиса, степень достоверности. Это все есть. Здесь тоже. Это свод хадисов Имама Тирмизи. По сути, известная дуа. В оригинале, в своде хадис Имама Тирмизи приводится, на умма.ру, там ссылка. В оригинале звучит. Это достоверный хадис. Слова именно послания к Божьему. Как дуа. Точка. Вот это дуа. Транслитерация, перевод. В хадисе, где приведена данная молитва, дуа. Четко сказано. То есть это слова пророка, что человек, если уйдет страшный сон, проговорит это дуа. В том числе дьявольские наущения, разные всякие вещи, которые нас, вас пугают. Дуа читаешь. Частица лян. То поистине это, что вас напугало? Сон или что-то иное? Никогда. Лян частица – это отрицание навсегда вперед в арабском языке. Это отдельная частица. То есть это страшное никогда вам не навредит. Прямо в тексте хадиса сказано. Эта мальба дуа может быть актуальна всегда, когда вы столкнулись с тем, что напугало вас и ужаснуло. Как во сне, так и наяву. Прочитав ее, осознав ее, вы сразу почувствуете облегчение. Известный сподвижник Абдулла ибн Амр. Прямо в самом же своде хадисов в Термизе упоминается. Обучал своих детей этой мальбе дуа. Периодически читал ее на них. Тоже даю ссылку. А если они были еще совсем маленькими, то писал ее на бумаге и вешал им на шею. Те, кто наслушался в девяностых, нулевых, там ширк, не ширк, пятый, десятый. Прочитаю оригинал хадиса. Известный сподвижник Абдулла ибн Амр в достоверном хадисе говорится. Тем своим детям, которые еще маленькие, до двенадцати лет, которые еще не могли это выучить или он их еще не научил, то он писал эту дуа и вешал им, закреплял им на шее. Сам я многодетный папа никогда это не применял. Сразу скажу, я не сторонник что-то вешать на шее. Честно говоря, и сам никогда не вешал. Я не из-за проблемы, что это ширк или не ширк. Нет. Мне не подходит. Кому-то, возможно, подойдет. Абдулла ибн Амр это делал для своих детей. Ничего в этом страшного нет. Вы же помните конец девяностных нулевых? О, это ширк, ой, это ширк. При чем тут ширк? Человек этой бумажке поклоняться не будет. Но если ребенок еще не может проговорить это устами, отец ему написал это, как-то упаковал и повесил на шее. Понятно, нет? Отлично. Но, повторюсь, я сам никогда. У нас даже, когда мы студентами были, порой у некоторых я встречал. Человек снимает, вешает, у него что-то там, какое-то дуа. Оно зашито, оно закрыто. Он привык носить это, но он не молится на это. Но это с ним какая-то маленькая причина проявления Божьей милости. Мне не подходит. Я не люблю, когда нам что-то висит. Не знаю, там цепочки, там, я знаю, какие-то еще штучки, то есть чего-то там, даже часы в итоге перестал носить. Неудобно. Единственное, да, это вообще никогда не снимаю. И когда видеокассеты были, мои проповеди были на видеокассетах в конце 90-х. И люди порой, когда я в какой-то регион приезжал, они говорят, а вот мы на видеокассете смотрели вашу проповедь, у вас там золотое кольцо. Я говорю, ну просто качество записи. Золотое кольцо у мусульманина быть просто по определению не может.